здравствуйте друзья у нас длинное длинное письмо мы его поместим в рассылку то есть вот те люди кто получает по имейлу рассылку подписчики эти увидят полностью письмо а так на словах просто значит молодой парень 18 лет учиться на первом курсе кто-то там экологическое геолога экологическое что такое говорит вот а если спрос на это в америке и вообще вот его мама хотела давно уехать но так отложились планы потом он в общем сам вот чем старше становится тем больше он как бы склоняется к тому что вот он хочет жить там где стабильно там где есть рост там где есть в общем все все вещи которые нормальный человек хотел бы иметь ничего такого сверх естественно он не хочет вот он думает о канаде думает о сша он смотрит разных блогеров нас практически там все пересмотрел и в чем вопрос его след вопрос в том что он просто хочет услышать совета просто какого-то потому что ему не с кем поговорить на эту тему ну да вот еще спрашивает вот как быть там вот он через пять лет только закончен если на это спрос и так далее не рано ли мечтать об этом то есть мы еще учиться четыре года а то и пять и он думает как-то не рано ли я замахнулся вот значит вопрос ведь чем допустим человек ему 18 лет и он хотел бы поехать соединенные штаты что в общем как ну вполне я считаю нормальная разумная мысль то есть как бы у него есть потребности которые он понимает что скажем в канаде или в сша они будут удовлетворены лучше чем допустим там где он сейчас живет он как бы не то что такой политический он просто жизни человеческой он жизни человеческий иммигрант вот так единственное что он там говорит вот на украине как он говорит правительство страна красивая как вот правительство оставляет желать лучшего всегда вот как кризис вот это 18 лет я уже там третий кризис переживаю и это тоже все понятно но что сказать тут можно значит у него же нет грин карты допустим у него нет кого-то из родителей кто живет в сша и с кем можно воссоединиться то есть в первую очередь остается открытым вопрос как как легализоваться в соединенных штатах это первое второе вопрос к этому почти это когда легализоваться вот свет вот ты считаешь если он на первом курсе и допустим следующим летом после второго курса он сможет приехать в соединенные штаты по программе work and travel да и остаться здесь и легализоваться и так далее это лучше чем если он закончит там институт за это время у него там не знаю какие-то семейные дела возникнут которые сейчас не возникли я не знаю там дети у него вроде у него и девушка есть которая тоже хотела бы в принципе там значит иммигрировать как ты считаешь правильнее это сделать через год летом вот ну посмотри ничего не написал про свою свою девушка они два года уже встречаются у них очень серьезное намерение поэтому если он поедет например про борту на тревел и останется получать политическое убежище то непонятно он с девушкой когда сумеет увидеть да почему вместе поедут что такое у нас полный полный ручка кроме того что она у него есть ничего не написал давай не об этом давай вот по провозу лучше это сделать будет ему в 19 лет после второго курса или лучшему закончить получить профессию которая непонятно вообще что с ней делать вопрос очень сложный да потому что он наш как он оставляет маму которая одна и он оставляет маму и может быть маме нужна финансовая поддержка ничего не знаю нет умами сороковник я не хотела бы знаешь давать вот так вот советы и рубить с плеча то что можно приехать например в америка бы воркан тревел хотя бы посмотреть что это такое как это пахнет это можно приехать всегда имея возможность уехать обратно да если он приедет и он поймет сам что ему лучше остаться то он будет предпринять шаги какие-то для того чтобы остаться сказать сейчас что вот нужно бросить институт и уехать неправильно но чтобы я сказала что уж скоро молодой человек живет с этой мечтой и почему он пошел учиться на геолог логически да когда известно что в америке все-таки технологии преобладают и что уже правильно 18 лет сфокусироваться на технологической профессии легче будет устроиться потом когда вы крошли сейчас уже что же менять теперь как вы можете ну а что только первый курс может перевести с одного университета университета с факультета на факультет взять прикладную математику больше и как сфокусироваться имея сегодня компьютеры они всюду все таки да мы знаем полно людей которые получали одно образование при этом они прекрасно программируют себе здесь в америке все это значит просто что нужно приложить и это усилия к тому чтобы получить дополнительную специальность либо взять какие-то дополнительные курсы классы так далее но во всяком случае просто мозги нужно направить в эту сторону что не спрашивать а сгодится ли моя геолога экологическая специализация в америке она каля я согласен что однако конечно здесь есть это здесь очень много внимания уделяется экологии я просто думаю что таки улога экологическая специальность которая получена украине именно та специальность здесь не может быть применима здесь совершенно все по-другому поэтому если уже скоро хочет продолжать поэтому то правильно приезжайте уже учиться здесь они приезжать с этим диплом и и говорите сами я устроиться значит интересно во вторник я начал новую группу и вы частью первого урока является значит рассмотрение кто откуда взялся с каких прошлых почему он к нам пришел и так далее было вполне нормальная очень успешная женщина лет там 37 38 которые вот этим вот самым экологическим геодезистом она была и она значит я играю а что тебе плохо пчелом гаверменте работает понимаешь то есть они как бы сказать очень очень неплохо получает и все у нее там обеспеченные все так и я бы а чего тебе там-то и она говорит понимаете я все время хожу и беру пробы этих полютов то чем чем загрязняется окружающая среда и говорит я не как-то мне такое ощущение что я стала себя хуже чувствовать выдана я как-то хочу оттуда идти дальше и она ведь я слишком много стала знать такого чего и вообще не хочу и вот у меня есть профессии с того есть такая работа нет работа такая есть надо не знать что диплом украинского университета можно устроиться не факт не факт поэтому училку совет такой вот так молоды что у вас настолько еще все впереди что вы можете добиться абсолютно всего о чем мечтаете это первое второе затачиваетесь под то что где легче получить работу и в америке в канаде все-таки компьютерные технологии они востребованы и в одной стране и в другой то есть смотрите каким образом вы можете получить какое-то образование в технологической сфере а дальше сориентиртесь если у вас английский на то учиться английский на то что они не вообще учить она даже если же в английском значит смотрите если у вас получится приехать по work and travel это очень хороший шанс познакомиться со страной и сложить свое мнение потому что можно сколько угодно слушать нас которые уже здесь живут 25 лет но это совершенно разные весовые категории то как мы живем вы не будете жить так с первого дня поэтому но ты знаешь мы если так не жили там по всему здесь жили как праздник потом то есть что выбора правда да ну действительно вот в одном там из сообщения мы прочли что человек живет там на украине а чувствуете американцы вот у меня абсолютно такое же ощущение было то есть я не совершенно себя сначала я родилась и потом я жила в москве я совершенно не чувствовала себя предлежащий этой стране а когда мы сюда приехали да здесь вот чувствую что это вот оно это правда и есть такое ощущение что здесь тоже кризисы бывают и на нашей памяти уже было наверно 3 кризиса до подъемы и падения и вся экономика носит цикличный характер и понимая это нужно когда все хорошо не думаешь это будет вечно но когда все плохо тоже понимаешь это не будет вечно поэтому но я думаю так что на самом деле пока молодой он должен был бы потратить время и силы на изучение иммиграционного процесса в соединенные штаты 18 это вполне взрослый мозг который может переваривать информацию объективную без эмоций и говорит себе начата годится это не годится это могу это не могу критично да и самое главное что вы спрашиваете это не рано ли вы замахнулись нет ни рано ни рано чем больше вы узнаете чем больше вы поймете это все копилочку ваша собственная у нас полно людей в школе например у нас полно народу которые вот так 19 лет приехали 19 20 18 вот они приехали вот девочка настя настенька вот и сейчас 22 года она уже год тут она приехала 20 21 год она приехала второй раз по work and travel а до этого на приехала 1 я наверно собрана за вернулась обратно да и кстати вот первый раз допустим попав сюда по work and travel вы сумеете ставить себе представление поймете что вам нужно делать и над чем работать и это очень правильно наверно собрать поймете надо ли возвращаться или может быть сразу остаться это дело такое это очень но я просто что хочу сказать такое количество информации в мире людей на русских форумах иммиграционных вот поэтому всему что в общем-то разбирайтесь единственно что постарайтесь не разочароваться в вашем выборе понимаете потому что я например помню парня одного на форуме говорим про вес он еще будучи в беларуси у нас в беларуси он спал и видел он мечтал он вы не знаете как рвался в соединенные штаты и потом он приехал да какой победитель гринкарт лотереи и ему было так плохо то есть я не помню чтобы кто-то был настолько негативным в итоге вот как этот парень я честно даже не знаю что с ним стало он по моему перестал писать то ли уехал обратно то ли что с ним случилось в сиэтл поехал и просто вот понимаете восторг сменился глубоким разочарованием это тоже бывает поэтому чем больше восторга тем глубже может оказаться разочарованием дело в том что сегодня слава богу уже мир настолько полон информации реальные от реальных блогеров которые рассказывают как они живут от форумов чат и можно с людьми напрямую неофициальные источники да 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 и дело в том что ваша задача собрать как можно больше информации потому что когда почему человек остался недоволен у него были ожидания и когда он приехал на место эти ожидания они не оправдались и это являлась причиной его разочарования поэтому чем больше информации вы получите поймете что эта информация вам то нравится несмотря на сложности миграция очень тяжелый процесс эмоционально тяжелые физически тяжелые стрессово и все и ты если вы к этому готовы до морально и говорите да мне будет тяжело в истории с тем парнем я вот хочу сказать моя оценка этой истории была такая он ошибся с выбором людей с которыми он вместе пошел если бы он тогда приехал к нам он рассматривал если он приехал к нам в кремниевую долину вся история его развернула бы совершенно в другую сторону но он поехал в сиэтл там нашлись какие-то люди которые ему понравилось то что они рассказывают ли он туда к ним поехал и и дальше вот я думаю что за счетной степени за это я бы не стала знаешь это получается так что мы хорошие они планируют нет 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 я бы не стала наш окна вник там еще раз человек должен составить себе мнение он это был его выбор да он знал про нас он знал про тех он сделал свой выбор поэтому задача в том чтобы собрать максимум информации и сделайте свой выбор может в других найдете не надо что мы его нации решение всех проблем а кому-то это не не годится один и тот же человек оказавшись в разных местах среди разных людей значит его проживет совершенно разную жизнь понимаешь может так случиться то есть его будет счастлив или несчастлив сколько истории что люди приезжают к родственникам к родному брату сестре так далее и через три месяца это такие враги что они выезжают другой штат от них вообще все отношения прерывают я за то чтобы человек принимал решение сам мы тут вам советом не можем помочь наш совет собирайте информацию думать анализируйте учите язык и у вас все абсолютно по месту есть возможность профессию привязать как-то поменять и у вас все получится а получится то чего вы сами хотите вот после того как вы все изучите проанализируйте так далее у вас будет какое-то мнение по вопросу если вот этого мнения у вас эта мечта ваша скорректируется и вот то что вы хотите то у вас и получится ну на этой высокой ноте мы прощаемся с 18 летним младым человеком с украины и желаем ему успехов и всем остальным нашим слушателям тоже счастливым